Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины, и сейчас мы почитаем мою статью 2023 года. Рамзан Кадыров слишком эфирнален, чтобы ему сочувствовать. Образцово-отвратительный, даже по меркам существующей в России системы, он как будто и придуман для того, чтобы, беря его за образец чудовищности, и сравнивая с другими, искать и находить человеческое даже в тех, в ком никогда его не было. Все формальные титулы заведомо нелепы и абсурдны. Глава региона, но что в нем от обычного губернатора? Генерал, но разве похож он на обычного силовика? Региональная специфика, этническая и религиозная, позволяет отделять его от России, соединяя с архетипами двух чеченских войн и классического чеченского же криминала из 90-х. Но искать в нем новое издание Басаева здесь уже слишком много самоуспокоения. Басаева Москва никем не назначала, и сила Басаева не держалась на силе Кремля. Кому-то хотелось видеть в нем доказательства победы Чечни в обеих войнах, но что это за орловщина смотреть на униженный и порабощенный народ, как на победителя. А что оператором порабощения оказался этнический чеченец, местный и коренной, вообще-то пусть это будет понятной иллюстрацией к любимому многими русские сами себя, хотя кому-то, конечно, хватает совести и на чеченцы сами себя. Получив от отца наследственный политический капитал, крайне сомнительный с чеченской точки зрения, слово предательства здесь почему-то хочется избегать, но кем еще был Кадыров-папа по отношению к своему народу после, по крайней мере, первой им же и объявленной войны. Кадыров надо отдать должное, наследство не промотал, а построил на нем собственное царство, служившее, вероятно, и для Москвы, недосягаемым образцом тоталитарного порядка. Послевоенная Чечня могла, наверное, стать и второй Ингушетией или Дагестаном, но нет, именно ему, Кадырову сыну, выпало строить в своем горном отечестве нечто как будто утопическое, но оказавшееся вполне реализуемым. Его главным, принимаемым и в нечеченской части России козырем, с самого начала было предположение, недоказуемое, конечно, что если не строить мраморные мечети, не раздавать своим бандитам золотые пистолеты и геройские звезды, не унижать федералов, не убивать геев и вообще кого угодно без суда и следствия, то неизбежна новая война. Возможно, именно его открытием это и стало, что лучшим средством от войны может быть такой порядок, который хуже любой войны. И кто знает, может на той же формуле будет основано послевоенное устройство и самой России. Кадыровщина ведь доказала свою состоятельность именно как альтернатива войне, а всей России потом еще искать такую альтернативу войне украинской. Ну и где ее найти, как не в страхе, терроре и единомыслии. А тех, кто живет вопреки всем человеческим правилам, часто говорят, что он своей смертью не умрет. Но и о Кадырове, конечно, с самого начала только так и можно было говорить, да и он сам как будто с этим не спорил. И заведенное им еще даже до официального воссорения в республике, кто помнит, что между Кадыровым отцом и Кадыровым сыном в Чечне был президент Алло Алханов. Традиция чрезмерной роскоши выглядела не столько по-тоталитарному, сколько по-гангстерски, когда каждый день может оказаться последним, логично получать от жизни все и сразу. Своей смертью не умрет. Его и сейчас невозможно представить старым и седым, но стоит признать, за флажки гангстерской судьбы он вырвался давно. И нынешнее ожидание его смерти в своей или больничной постели действительно колоссальный шаг вперед для человека, про которого было принято думать, что его однажды убьют. Реальность, с которой убить его просто некому, рукотворная. И создал ее он сам, говоря грубо, он и ломал свою родину об колено, в том числе для того, чтобы умереть в собственной постели. И если так случится, или уже случилось, значит уходит победителем. Другая его победа политическая. Разговоры, что без Кадырова Чечня непременно погрузится в пучину хаоса, и раньше звучали не так, чтобы убедительно, а теперь для них как будто и совсем нет почвы. Ни хаоса, ни либерализации ждать не получается. Беглого взгляда на сброд танкашей их дорогих братьев хватает, чтобы увидеть, что перемен ждать неоткуда. И что отличный новый Кадыров получится из любого персонажа его обоймы. Будь то Делимханов, опальный никогда Алаудинов или какой-нибудь из сыновей. Сейчас вообще никто не спорит с тем, что Кадыровщина не просто способна пережить Кадырова, а переживет его непременно. В отличие от Путинщины и Путина соответственно. И хотя разница между Москвой и Грозным понятна, власть в Грозном держится на лояльности Москве, власть в Москве не держится ни на чем подобном или вообще ни на чем. Почти безоблачные перспективы чеченского преемничества могут быть предметом зависти для Владимира Путина, у которого, как не раз можно было убедиться, никаких дорогих братьев нет и не может быть в принципе. Видя, как технично и спокойно меняется власть в Чечне, Владимир Путин не найдет в этом доказательства, что и у его системы впереди безболезненный транзит. Гарантом чеченского транзита выступает Путин, а у самого Путина никаких гарантов и гарантий нет. Кадырову несравнимо проще умирать или уходить, чем ему, и Путин не может этого не понимать. Почти восторженное ожидание смерти Кадырова, которым сегодня полны соцсети, теоретически должно коробить с человеческой точки зрения, но особость его положения срабатывает и здесь. Несмотря на все попытки организовать себе приятный имидж в общероссийском пространстве, он никогда не давал себя заподозрить в том, что он хотя бы оглядывается на не-чеченскую часть России в своих действиях и даже словах. О России он не любили друг друга и если не радость, то облегчение от того, что завтра он вдруг исчезнет навсегда, кажется даже естественным, особенно с учетом и так небогатого арсенала общественно-политических поводов для хорошего настроения в нынешней России. С Кадыровым уйдет миф о его незаменимости, а если все сложится совсем хорошо, уйдет и предопределенность третьей войны, нависающая над нами с того самого момента, когда всеобщим знанием стало приписывая ему про убитого в 16 лет первого русского. Чечня без Кадырова, то есть без карнавальной маски с окровавленными клыками, окажется зрелищем еще более невыносимым, чем с ним. Его образ позволял не замечать, что перед нами прежде всего модельный регион путинской России, а вовсе не какое-то экзотическое царство. Без него играть в такое будет сложнее, да и скорее всего уже незачем. 2023 год тогда, в предыдущий раз были слухи о скорой смерти Рамзана Кадырова, или не скорая даже, о том, что он уже умер, но как бы иногда кажется, что он сам такие слухи и запускает. Пишите в комментариях, что вы об этом помните, что вы об этом думаете сейчас. Сейчас я все комментарии читаю, на многие отвечаю, ну а если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эту статью, как и все свои новые и свежие статьи, я опубликовал в телеграм-канале Кашин Плюс. Он закрытый, он платный, но это не страшно. Подписка 5 евро в месяц, любая карта, российская, не российская. А простая и удобная ссылка на подписку прямо здесь, внизу, в описании этого ролика, который вы сейчас смотрите. Вот здесь она, прямо внизу, напоминаю. Также имейте в виду, да, что, во-первых, все мои статьи последних лет собраны в прекрасной книге под названием «Ничего хорошего». Ссылку на продажу этой книги я также поместил в описании нашего ролика. Советую покупать библиографическая редкость. Как говорится, ну и также не забывайте о том, что ежедневно на этом этапе в 8 вечера по Москве, на этом же YouTube-канале, на YouTube-канале Олег Кашин, я провожу свои сольные классические авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите, и чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на мой YouTube-канал, YouTube-канал Олег Кашин. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной и возвращайтесь. Я Олег Кашин. Всем спасибо, всем пока, всем до завтра.